В то время как Люцифер нашел пристанище на Netflix, что позволило продолжить развивать полюбившуюся многим историю, первые три сезона страдали от изменений в расписании. Фокс изменил систему показа новых серий, что по понятным причинам привело фанатов в замешательство. К счастью, у одного из шоураннеров, Джо Хендерсона и остальной производственной группы сериала, был план. Он включал в себя возможность добавления бонусных эпизодов в третий сезон. В интервью TV Line в 2017 году Хендерсон сказал, что сценаристы были рады, что они смогли включить их в третий сезон, а не поместить в конце второго. Он сказал, «У нас было хорошее предчувствие, что эти четыре отдельных эпизода войдут в третий сезон, поэтому мы начали создавать их с учетом такого варианта развития событий. Эти серии начинают новую историю для наших персонажей» Телевидение уже не опирается на несвязанные эпизоды, как это было раньше. В прошлом многие шоураннеры создавали свои сериалы таким образом, чтобы зрители могли смотреть либо каждую серию, либо пропускать часть, не упустив при этом деталей общей истории. В то время как некоторые сериалы все ещё создаются в подобном формате, многие другие проекты формируют скрытую мифологию и общую сюжетную линию, за которыми зрители должны следить. В случае с Люцифером сценаристы проделали отличную работу по сочетанию мифологии с современной повесткой, но сериал редко мог показать действительно выдающийся эпизод. Все изменилось, когда дополнительные эпизоды второго сезона были перенесены в третий, и в результате у сценаристов появился шанс показать все странности ну и лучшим образом. Несмотря на то, что эпизоды можно было смотреть в любом порядке, они по-прежнему были связаны с более значительными персонажами, над созданием которых поработали сценаристы. Хендерсон сказал, «Больше всего мне нравится то, что, когда мы узнали, что будем заниматься этим, мы сказали Warner Bros. и Fox, «Мы собираемся добавить немного безумия, немного нарушить формат и повалять дурака» Это в значительной степени всё ещё наш сериал, но многие серии похожи на эпизоды секретных материалов, которые были немного странными, глупыми или мрачными. Люцифер просто покажет себя с другой стороны. Поскольку Хендерсон и его команда подозревали, что отдельные эпизоды будут перенесены на третий сезон, они увидели возможность использовать каждый из них как способ не только подробно раскрыть персонажей, но и начать рассказывать свежие истории в новом сезоне. Например, в эпизоде «Мистер и миссис Мейзекин Смит» Мейз занимает центральное место в истории ошпионажа, которая также исследует способность демона любить. Этот эпизод попал в общую сюжетную арку Мейз, в результате чего она задалась вопросом, действительно ли у неё нет души, учитывая, сколько людей на Земле ей не безразлично. Точно так же серия «Не для протокола» раскрывала роль Люцифера в отправке людей в ад. Как он говорит бывшему Линде, люди отправляются в ад по собственной вине, но именно они, а не он, ответственны за то, что они находятся в своем персональном аду. – Таким образом, этот отдельный эпизод является настоящим откровением, по крайней мере, с точки зрения сложных отношений Люцифера с человечеством. Это правда, что зрители могут смотреть эти серии в любом порядке и получать от них удовольствие. Но даже при том, что они были созданы без жесткой связки друг с другом, в каждом из эпизодов есть множество сюжетных линий и дьявольских поворотов. Люцифер – это сериал с богатой мифологией, и в этом часть его привлекательности, но отдельные эпизоды, перенесенные в третий сезон, являются отличной возможностью для сценаристов, ведь им разрешено полностью погрузиться в творчество, не беспокоясь о продвижении общего сюжета сериала. В конечном итоге, даже несмотря на то, что отдельные эпизоды были побочным эффектом проблем с планированием выхода новых эпизодов, конечным результатом стали четыре уникальных серии, которые фанаты, возможно, никогда не смогли бы увидеть при более стабильно развивающихся обстоятельствах. И, учитывая качество этих серий, было бы обидно, если бы они остались пылиться в монтажной комнате. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!